Здарова всем! По названию ролика вы уже понимаете куда мы едем. За окном ночь. Выехали мы из города в 4 часа утра и направляемся по Ковчегайской трассе. Будем ехать и записывать состояние дороги на всеми нами любимый Алаколь. Алаколь, мы приехали. Утро. Это где-то 7-8 утра. Вода шикардосная. Народу. Но народ есть. Так, остановились. Вы уже купались. Остановились мы у Петровича. Это вон там. Первая линия. Да, первая линия. И как там все внутри, обязательно вам покажем. Оставайтесь с нами. Покажем завтрак, обед, ужин, трехразовое питание, территория. В общем, все как вы любите. Поехали. Так, на самом деле мы здесь отдыхаем уже третий день. Приехали мы сюда на длинные выходные. Дорогу можете посмотреть. Соседний ролик есть. Прекрасная дорога. Можно быстро добраться. Вот. Поэтому мы можем смело вам сказать наш, так сказать, правдивый отзыв по пляжу. Пляж хороший. Если бы еще вот этого бы не было, вот кто это делает? Свинота вот это вот. А так все прекрасно. Вода чистая. Пляж, конечно, хороший и каменистый. Но береговая линия очень маленькая. Вот мы приехали на праздник. Естественно, здесь народу много. И между сидящими на берегу буквально 50 метров. Ну, народу много, действительно. Но народ говорит, что в Акши там береговая линия шире. Ну, не знаю. Да, мы в как-то месте, что такие камушки попадаются с дырочкой. Это называется камень. Кто называется? Как называется? Знает кто? Я вам расскажу. Называется куриный бог. Ох, днем настолько много народу, что очень часто бегают мамаши с выторщенными глазами, которые потеряли своего ребенка. А тут глубина сразу начинается. Ну, буквально там вот метров пять и уже глубоко. И бегают, и ищут, куда пропал, кто видел, не видел. Так, вон наш домик. Мы вон жут тут живем. Вот так выглядит подъезд, собственно говоря, к зоне отдыха у Петровича. Вот номера, если кому надо. И центральная улица вот так вот подходит. Тут, 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 туда. И мы сейчас пойдем главным воротом. Это мы с пляжа возвращаемся. Обошли просто по другой тропинке. Ну, тут много где сдают комнаты, кстати. Там, там номера есть. Это все от отелей первой береговой линии. Наш вот этот вот. Вон главный вход. Так, что тут интересного по зоне отдыха. Ворота на ночь закрывают, что хорошо, чтобы всякие там местные не шастали. 23.00 закрывается муравейник, и все. И там территория полностью огороженная. Дети могут бегать везде, никто нигде не вылезет, не пролезет. И это хорошо. Так, пляжи у всех, у этих вот отелей, и у нашего в том числе. Там у нас нету огороженного. Да, по закону нету огороженного. А у огороженного и этот пляж, и где общий. Внутренний двор, это вот все машинки стоят. Здесь основной корпус, тут столовая. Тут детишки бегают, футбол играют. Там есть детская площадочка небольшая. Территория не очень большая. Вот тут детская площадка. Это корпуса. И вот здесь вот есть еще внутренний дворик. Вот так вот пройти. Зеленый, виноградик. Вот. Так, корпуса тут разного уровня есть. Есть корпуса, насколько я понял, с общими вот ванной, туалетом. А есть корпуса, где внутри. Если вот так, так, так пойти, 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 то мы приходим к нашему домику. Вот. Ну, собственно, это и вся территория. Сейчас будим детей и идем на завтрак. Номер тоже покажем. У нас с ванной и туалетом. Так, мне сказали зайти и показать туалет. Ну, давайте. Вот. Так это выглядит. Давайте посмотрим, как здесь. Чистенько. Так, сегодня завтрак. Каша. На четырех четыре блина. И четыре вот таких штуки. Вчера на завтрак кукурузная каша была. И четыре чебурека здоровых. И тоже джем. Четыре штуки. Ну, и как бы это завтрак. Там еще чай можно. Сколько угодно. И вот хлеб. А в целом столовая выглядит, конечно, вот так. Народа много здесь. Это внутренняя кухня. Есть еще маленький там предбанничек. Там тоже столы стоят. Это уже наша. А мы со своим. Со своим. Еще вот такие кексы принесли. Вкусные? Да. Ну, ребенку нравится. Кстати, кофе ни разу не давали. Так что с собой берите, кто пьет кофе. Кофе-мандо. Да, ну, тут есть в магазинах продают, если что. Там три в одном и прочее такое. Вот поели, теперь можно погулять. Так, теперь по поводу домика. Домик хороший. Есть вот перед домиком такая вот. Столик с лавочками. Что у нас внутри здесь есть? Вообще домик называется трехместный плюс один. То есть три кровати плюс одна детская кровать. Есть шкафчик, коврики, кровати. В принципе, это вот это матрас. Деспеха. Ну, аномально. Подушки теплые. Удобно, да. Есть кондер. Сетки на окнах есть. Открывается только одно окно. Туалет. Есть. Душ. Горячая вода через титан. Туалет. Туалетная бумага. Все. Все тут есть. Холодильник есть. И телекс. Алма-Ти-Ви, но ловит не все. В общем, трехразовое питание с человека взрослого 15. А с ребенка? По-моему, 9500. Цена зависит от того, в какой момент вы соберетесь и так далее. Бронировать нужно, естественно, заранее. Потому что мы забрали последний номер, который тут был. Так, в номере еще есть вот четыре чашки. И вот такие вот полотенчики дают еще. Но их, видимо, с собой нельзя забирать на пляж. Но они маленькие, да. Руки там помыть, что-нибудь такое. На берегу есть. Вот разливное пиво продают. Туалет продают. Точнее, не продают, а он тут есть. Сотинге заход. Каждое утро. Сотинге туалет? Каждое утро приезжает вот такой кораблик. Его вот видно, следы еще не высохли. По-моему, 15 минут. То ли 2000, то ли 1000 стоит. Жена придет, точно скажет. Видите, дым идет. Это вот такие вот бани стоят на берегу. 500 тенге. Два раза зайти и выйти в такую баню. Ну, не знаю. На мой взгляд, она там маленькая. Чего уж там за баня. Но народ ходит. Народу нравится. Выходят и в воду бегут сразу. Узнал, сколько стоят зонтики. Зонтики. Зонтики стоят 3000 до вечера. Там еще наверху на стоянке мужик мед продает. По 2-3 тысячи за банку. В зависимости от веса. Взяли зонт до обеда полторы. А если на весь день, 3000. Вот такие ребята стоят... Сколько еще раз? 7 тысяч. 7 тысяч за 10 минут. После завтрака. Смотрите, сколько народов. Туда и туда. Вот такие рыбы продаются. Свежак вообще. Не знаю, они ее карасем называют. На мой взгляд, это лещ, потому что костлявый. В общем, такая от 1200 до 1500 стоит тенге. 4 это совсем большая. Вон, носят грязь лечебную. 500 тенге пакетик стоит. Кукуруза, по-моему, по 350? Да. Ну, вот такая штука стоит 1000 тенге 10 минут. Ну вот, благополучно досидели под зонтом до обеда, куда мы и направляемся. Что я не говорил, вот этот кораблик 2000 человека стоит. Можно в нем покататься. Вас увозят на середину озера. Ну, как на середину. Метров 500 уплывает, и там можно попрыгать с кораблика. Поплавать на глубине. Время обеда, и видно, как вереница людей потянулась к своим пансионатам с пляжа. Но солнце сейчас самое-самое-самое жаркое. Так, а вот это у нас обед. Он начинается в час дня. Длится он до двух. Значит, что это? Это какой-то суп. Это макароны с подливкой, с мясом. Хлеб. Вот такой вот обед. Салатов дема почему-то. Поэтому с собой берите, кто любит. А, еще вот такой вот бодрый кисель здесь есть. Прям напротив есть магазин. Маленький там. Снимать не стал. Но вот мороженое продают. Три, четыре, четыре мороженых. Получается за 1900. Вчера там брал пиво. Получается 980 тенге. Две по 0,5. Жигулевское что-то там. Так, на ужин. На ужин у нас манпар и кимчи. Ну и дают печеньки там с маленькими конфетками. Так, и лепешки. Огурцы, зелень это наша уже самая. Ну и чай. Ого, какая крутая штука тут на территории есть. Качалка. Качаешь вот так. Водичка льет. Круто. Отправляемся на вечерний променад. По Коктуме. После ужина. Сейчас покажу, что тут на территории еще есть. О, тут, например, есть шашлыки. И мы пойдем вон туда. Караоке-бар Чунга-чанга. Мы вчера сказали даже, что здесь капучино и американо можно по утрам попить. Это вообще база отдыха, но там и кафешка есть. Шашлык вот уже третий день жарят. Ну, внутри вот так выглядит. Тандер, куры, рыба. Безродных номер три. База отдыха Зодиак. Называется. Тоже там домики. Участок. Все плюс-минус одинаковое у всех. Какие-то там общие есть. Столовые. Домики. Это вот, например, Жанель. Дом отдыха. И у них столовка с видом на море. Прямо смотрите. А еще здесь выпечка на заказ. Торты даже могу сделать, если вам надо. Коктал, гриль, раки. Раков не было, кстати. Шаш. А вон коктальница стоит. Ну и вот тут спуск, соответственно, поскольку это тоже первая линия. Ну и кончается в тупике. Это дом отдыха Мако. Пойдемте покажу вам виды на вечерний Алаколь. Народу стало поменьше. Мы были вон там. И обошли по улице чуть-чуть вбок. Вон вот эти вот баньки стоят тоже тут. Что характерно, одна из бань. Где-то я видел там, а может ты даже на видео записал. Топят они их кизяком. Кизяк и пни вот эти вот, не знаю, вековые какие-то разбираются. И идут в печь, в баню. На ночь море успокаивается. А утром вообще практически штиль. И вот сейчас самое комфортное время купаться после ужина. Но это, на мой взгляд, народу становится поменьше. Всем кажется, что вода холодная на самом деле. Температура воды в течение дня и ночью не меняется. Такой объем воды не успевает просто остыть за ночь. Живность тут всякая разная летает. Вот что это за птицы. Ну и чайк тут тоже валом иногда такими косяками, стаями летают. Вон закат, смотрите какой. Ну вот видите, вот это вот что. Вот это стекает с зоны отдыха. А куда оно течет? Вон туда. Отчасти, наверное, поэтому здесь зона такая, где никто не купается. Все купаются вон там. Под вечер особо популярно. Видите, народ как попарился, попарился. И бегом, 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 бегом. Прямо в воду. Видали, какой здесь golden hour. Сейчас подойдем к водичке. Посмотрим, как это выглядит на воде. Солнце смещается за горизонт. И равнина вот эта прям освещенная. Здоровски. Ну а там гладь воды и кораблики. Настает вечер и все эти лодочки загружаются, выезжают. Причем и вот эти, и вон те большие, и скутеры, и вот такие. Ничего не остается на воде. Все это уезжает каждый вечер и приезжает каждое утро. А это целый комплекс банной. Баня и что-то там два топчена. Счастливые люди рядом. Даже два кресла деревянных есть. Спа-салон. Да, здесь прикольно. Люди попарились и прям вон. Да, я показывал, как тетка вон там вот парилась и побежала в воду. Чайки, чайки, чайки. Вон, надеюсь, будет видно радугу. Видали? Какое чудо природы. Конечно, чистейший воздух. Поэтому и видимость такая. Очень дальние дали видно, в общем. Там находятся Китай и Монголия. А там у нас получается Скаменогорск где-то там. Астана где-то там. Ну и Алматы где-то там. Вот, смотрите. Люди, где сидят. И вот мусор оставляют. Вот тут вообще вот четко прям. Где сидели, там и оставили. Стаканчики вот это вот все вот. Пиццы коробки. Вот пиццы коробки видели, да. Бутылки. Вот явно кто-то забегал или спускался. Бросил пузырь. А вообще, если честно, не видно от людей бережного отношения к природе, к озеру. Чисто потребительство. Вот отдохнули, все побросали, развернулись и уехали. Хотя вот помойка, да. Вот валяется прям на берегу. Смотрите, вот сколько метров. Вон мусорки стоят. И каждый вечер вывозят. Утро даже. Утром приехали. Нет, вечером, вечером. Может даже два раза в день вывозят. Но вывозят. Факт в этом. Но, не знаю. Побросать и уйти. Вот зачем вот. Вот сидели. Говорит, вон туда мусор бросил. Бросил пацан. Сейчас руки помоют. А это все вот товарищи пошли. Хотя вот пакет в руках явно же для помойки. Все видал, но вот такого я еще не видел. Скутер за каталку загрузили и толпой тащат в гору. Я думал, что вот джип этот приехал. Оказывается не джип. Даже такое бывает. Пока мы тут стоим ждем. Салют на пляжу. Красота. Да, да и только. Деньги на ветер. Да. Вот так выглядит. Центральная улица, где есть все. Несколько магазинов, кафешек и вывеска. Ну как, Илья, тебе? Хорошо. Еще вернемся обязательно. Все понравилось? Номер, еда. Да. Мне, да. Кормят хорошо. Домики чистенькие. Администрация адекватная. Мне понравилось. Да, мне тоже все понравилось. Единственное, мусор. Ну, куда ж без него. Это люди. Все. Едем в Алматы. Всем спасибо за просмотр.